Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Меня зовут Алексей, мне 33 года, я живу с своей дочкой от первого брака и второй женой, с которой мы венчались. Несколько лет с моей супругой произошла трагедия, ДТП, в котором выжить не было никаких шансов, в больнице врачи ее оперировали. Заранее предупредили меня и мою сестру, меня и ее сестру, что иском она выйдет вряд ли, и что поддержка системы жизнеобеспечения просто формально смогу готовиться к худшему. Я прекрасно помню свое состояние, это отчаяние, злость на весь мир, да, такую несправедливость. В таком состоянии я пошел в храм, помню, как стоя перед иконами, я пытался торговаться с Богом, что если мою любовь спасет, я сделаю тот и тот откажусь от всего плохого, что мешает мне ходить в храм. Я много чего тогда обещал сделать, или больше не делать, лишь бы она выжила. В общем, меня услышали на третий день, она очистнула, быстро пошла на поправку, мы с ней стали очень близки к церкви и Богу, так как перед нами был реальный пример того, что высшие силы нас не только слушают, но и слышат. Конечно, многие скептики связали бы возвращение с того света с молодым организмом или неточными врачебными прогнозами, спорить не хочу, указывая своя вера и своя точка зрения. В общем, все бы ничего, только вот если почти два года, фактически мы живем как брат с сестрой. После аварии в ее организме произошли изменения и отклонения, она не может заниматься любовью, когда это произойдет, неизвестно, может быть сегодня, а может быть никогда. Конечно, все это время я поддерживаю тем, что говорил ей о том, половая близость мне не так важна, как она сказала, да и вообще секс не есть главное в жизни. Но со стороны, как говорится, наверное, виднее она понимала, что жертвы от самоудовлетворения негативно сказываются на мне и долго я так не смогу. Пару месяцев назад моя супруга стала заводить только в роддом, чтобы я воспользовался услугами проституток, чтобы, по ее мнению, избавить меня от частого самоудовлетворения и, грубо говоря, мне будет легче жить. На моей отнекивании о том, что это измена и т.д. и т.п., она считает, что она отвечает, что секс в таком проявлении это не измена, измена в ее понимании это предательство души, а не тела. Я же не могу тебе сейчас этого отдать, а ты живой человек, запрещать моей страны было бы эгоизмом, так говорит она. На данный момент я стою в шагах того, чтобы воспользоваться услугами жрец любви, и мне от этого страшно. С одной стороны, любовь к человеку, который не здоров, для которого я просил перед высшими силами предательство своей души, предательство своих, ляжет тяжким грузом на меня. С другой стороны, банальная человеческая потребность и зависимость от секса, с которой справиться практически невозможно. Поэтому я не знаю, что мне делать, у меня нет четких аргументов за и четких аргументов против. Я на распутье. Надеюсь, что вы поможете мне решить проблему и выбрать правильный путь. Ну, психологи точно не выбирают от человека правильный путь, это я вам могу сказать с полной уверенностью. Как с полной уверенностью могу сказать, что несколько странно звучит ваша позиция относительно того, что вот вы человек верующий, но обращайтесь к психологу, то есть человеку светскому. На мой взгляд, логично было бы обратиться, кратки, к священнику, который также как бы обучен психотерапии и священник мог бы вам в принципе более чем адекватно помочь, но с той позиции, с той точки зрения, которая вам очевидно ближе. Поэтому выбор именно психолога здесь, ну, на мой взгляд, несколько странно звучит. Дальше. Просьба выбрать для вас правильный путь, на мой взгляд, выглядит как будто бы перенос ответственность. Потому что здесь нет хорошего решения, здесь нет правильного решения, здесь нет решения верного. И то, и другое решение будут неверными. Поэтому человек просто выбирает то, что ему ближе. Это второй момент. Третий момент. Я, честно говоря, физиологически не очень понимаю, с точки зрения физиологии, я не очень понимаю причину отсутствия секса между вами и вашей женой. То есть, ну, окей, она не может заниматься любовью, хорошо. Как-то, что тоже физиологически не совсем понятно, то есть, ей больно или, как бы, в силу органических изменений это невозможно сейчас. То есть, если она не хочет заниматься классическим сексом с вами, то есть довольно много видов неклассического секса, как бы, которым бы вы могли заниматься для вашего, собственно говоря, урблитворения. И в этом абсолютно нет никаких проблем. Если ваша жена не может это делать, то это психологическая проблема, а не физиологическая. И, извините, физиология здесь ни при чём. То есть, вы живёте как брат и сестра. На мой взгляд, связано с тем, что вы её жалеете. В том числе. То есть, вы говорите, что вот относитесь к ней, как к нездоровому человеку. Да? К человеку, который нездоров. Так вот. Именно отношение к ней, как к человеку, который нездоров, делает вас выше неё, ставит вас выше неё, и, соответственно, не позволяет вам взаимодействовать на равных. Ну, или так, как вы, вот, взаимодействуете. Поэтому, прежде чем принимать решение относительно того, пользоваться вам услугами жриц любви или нет, желательно понять, а в чём проблема-то вам получать удовлетворение сексуальной женой. Ну, не хочет она заниматься сексом, пусть не занимается. Не хочет, не может она получать удовлетворение, ну, пусть не получает. Если она вас любит, она может это, она может это вам. Если вы в силу своей веры, например, не признаёте и не принимаете неклассические виды секса, то, извините, неклассический секс с женой всяко лучше с точки зрения веры, чем классический секс с проститутом. Ну, тут, как бы, тоже несколько странно. Несколько странный этот аспект. Вот. Что ещё хочется сказать? Ещё хочется сказать, что нет, ну, понятно, что когда ваша жена была на грани смерти, вы находились в сильном эмоциональном потрясении и пошли в церковь торговаться с Богом. Это понятно. То, что вы так обратились со своими чувствами, в принципе, понятно тоже. В этом нет ничего плохого. Но момент здесь, на мой взгляд, заключается в том, что боль, непрожитая боль, потрясение, которое вы пережили, скорее всего, никуда не делось в этом смысле. То есть, это всё осталось с вами. И вот это, пожалуй, на мой взгляд, на вас влияет. Как бы ваша жалость к вашей жене, а я продолжаю считать, что это именно жалость к вашей жене, так вот, как бы ваша жалость к вашей жене не была бы следствием именно вот этой вот непрожитых чувств ваших, с которыми вы, да, предпочли обратиться через веру. Это, вариант, он не является чем-то плохим. Этот вариант является вполне адекватным, вот, но именно конкретно свои чувства вы, сутки не прожили. и они закрепились у вас в виде жалости к вашей жене. Вот. А реакция вашей жены для меня выглядит так же реакцией как бы на вашу жалость к ней. То есть вот это вот ощущение того, что вы ради нее собой жертвуете, вот это ощущение, что вы ради нее там что-то терпите, дает ей чувство вины, с которым она обращается таким образом, ну вот, предлагая вам сделать то, что предлагает. Предлагает, точнее. Предлагая вам сделать то, что она предлагает. Я допускаю, я допускаю, что она действительно как бы может так думать, я допускаю, что она действительно ну, может, скажем так, ну, как-то допускать такую модель поведения, да, вот, то есть её какие-то ценности, да, позволяют это сделать, позволяют это сделать, вот, но для того, чтобы быть уверенным в том, что ваши отношения не разрушатся от этого, то есть, что вот вы там не воспользуетесь услугами жриц любви, и после этого ваша жена не поменяет к вам своего отношения, а правда в том, что она сама может этого не знать, она сама может не знать, как изменится её отношение к вам, если она узнает, что вы этими услугами воспользовались, потому что очень часто реакция на это это отвращение, очень часто реакция это всё-таки некоторая обида, даже несмотря на то, что человек сам предложил, ну и так далее, то есть, в целом это вот больше такое испытание, вызов и потрясение, потрясение для человека, а поэтому необходимо убедиться в том, что ваша жена предлагает вам то, что предлагает, не из чувства вины, вот, а сейчас, к сожалению, выглядит всё так, что она больше чувствует себя виноватой перед вами, перед вами, перед вами, перед вами, вот, понимаете, да? То есть, она чувствует себя виноватой перед вами, вы чувствуете себя должным ей, вот, и, в общем и целом, всё это, ну, не совсем, здоровая история. Вот, и вот когда... всё это вы решите, когда и если, точнее, вы всё это решите, вот тогда уже можно будет говорить о том, как, как вам поступать, тогда вы будете более свободны. Сейчас, сейчас говорить о том, как вам действовать, на мой взгляд, прежде временно. Я бы мог, в принципе, сказать ещё такой момент, что, да, самоудовлетворение не способно заменить, ну, секс. Это правда. Но самоудовлетворение вполне способно. Вполне способно. А понизить напряжение. Ну, я имею ввиду сексуально. И по какой-то причине вам как-будто бы этого мало. И вот это тоже вызывает вопрос. Понимаете? А о физиологии ли? Идёт речь. Может быть, точнее, не может ли быть такого, что речь идёт несколько о другом. Не может ли быть такого, что речь идёт о том больше, что вы хотите почувствовать себя как-то, ну, я не знаю, может быть, полноценным мужчиной, например, что вы не чувствуете себя полноценным мужчиной, занимаясь самоудовлетворением. И если это так, это, опять же, не про физиологию, к сожалению. Ну, к сожалению или к счастью, на мой взгляд, это не так важно. Вот. Но, тем не менее, я должен вам об этом сказать. Потому что это важно. Вот. Как-то так. Это в целом то, что я сейчас могу вам ответить. Я надеюсь, что вам это полезно было. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...